Ледовый дворец Большой готовится к сезону. С четкостью до миллиметра на арену наносят разметку. Бумажные ленты по расчерченному заранее контуру клеят с помощью обычной воды. После разметку зальют слой льда, и Олимпийская арена будет готова к приему хоккеистов. Турнир, который состоится через неделю, станет очередным тестовым испытанием для Олимпийского объекта и работающего здесь персонала. В Сочи это не ледяной город, как его называют. Все специалисты прибыли с разных городов страны нашей. Это дает еще один шанс научить работников, местных жителей, как обращаться со льдом, как готовить лед, как потом в конце концов работать здесь. Ведь это все остается в Сочи. Особое место в программе постолимпийского наследия займет конькобежный центр. Рассматривая Адлер-арену, возведением которой занимался Краснодарский край, премьер Дмитрий Медведев, вместе с министром спорта Виталием Мутко и губернатором Александром Ткачевым, обсуждают будущее этого спортивного сооружения. В перспективе конькобежный центр станет главным выставочным центром курорта. Комплекс, рассчитанный на 8 тысяч зрителей, уже сдан в эксплуатацию и принимал тестовые соревнования по многоборью. Хороший город, да? Горок, который нам, наш голландцам, не очень нравится. Ну, а так красиво очень. До Олимпиады остается полгода, и вся большая работа по подготовке должна выйти на финишную прямую, напоминает членам правительственной комиссии Дмитрий Медведев уже на совещании. Подводя итоги посещения Олимпийского парка, премьер отметил, готовностью спортивных сооружений доволен, но сроки сдачи объектов инфраструктуры затягиваться не должны. Любое внимание должно быть уделено вопросам безопасности, отработки взаимодействия экстренных служб и оказания медицинской помощи. Ну, конечно, наша задача сделать все возможное, чтобы пребывание в Сочи было комфортным, безопасным, а сервис, который будет оказан всем, кто приедет, соответствовал самым высоким стандартам. По числу проводимых соревнований в прошлом году Сочи вошел в двадцатку городов мира. Многие организационные вопросы отработали на практике. Сегодня обучение проходит 24 тысячи волонтеров, которые будут работать на Олимпийских играх. Все они прошли жесткий отбор. Что касается взаимодействия экстренных служб, то в сентябре в будущей Олимпийской столице пройдет сразу несколько крупных учений. Что касается организации размещения гостей, зрителей, персонала и персонала сферы гостеприимства, В настоящий момент расчетная потребность в размещении указанных категорий единомоментно, то есть в один день, составляет 90 тысяч номеров. Цены на размещение в категорийном жилье, они фиксированы в соответствии с постановлением правительства. Например, одноместный номер в гостинице «Три звезды», который вы смотрели, в ночь будет стоить 176 долларов, включая завтрак. То есть вполне доступная цена. Работу по классификации гостиниц полностью на себя взял Край, где за подготовку Олимпиады отвечает оперативный штаб. В этом году в Олимпийские проекты Кубань вложит 2 миллиарда рублей. Мы сформировали перечень предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в зонах международного гостеприимства. Совместно с Роспорядочным отзором будем вести здесь контроль представляемых услуг, продуктов питания в соответствии с мировыми стандартами. Хотелось бы добавить, что мы планируем привлечь в сеть общественного питания наших, кубанских, сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой переработки. Также нами организована работа по классификации гостиничного фонда Сочи. На сегодня прошли классификацию 531 гостиницы. Это почти 32 тысячи номеров. Еще одна важная задача. Качественное медицинское обслуживание участников и гостей игр. Подготовлено и оснащено современным оборудованием 11 больниц, 10 поликлиник, 6 подстанций скорой помощи. К декабрю автопарк медучреждений будет укомплитован 100 единицами спецтехники, в том числе вертолетом с анавиацией. Профильное министерство «Премьер» попросило обратить особое внимание на состояние дорог в Сочи и объектов энергетики. Для успешного проведения паралимпийских игр необходимо обеспечить безбарьерную среду и не только в Сочи. Доступными для людей с ограниченными возможностями должны быть все крупные железнодорожные вокзалы от Москвы до Сочи. Продолжение следует...